здравствуйте дорогие друзья в нашей студии в гостях вновь гизат табулдин здравствуйте гизат добрый день и после того интересного интервью которое уже есть у нас в ютюбе есть на портале история казахстана об историко-культурном ландшафте великой степи мы озвучили необходимость того что наши встречи будут периодическими регулярными и мы постараемся осветить каждую область каждую 5 нашей родной казахстанской земли для того чтобы показать какие уникальные интересные захватывающие моменты есть не только в нашей истории но и в нашей родной земле причем гизат табулди надо дать ему должное сумел обратиться и найти те источники уникальные источники которые позволили восстановить наш исторический ландшафт эпохи середины девятнадцатого века то есть обратиться к тем историческим корням именно которые сохранились в топономики аномики названиях рек озер населенных пунктов и сейчас мы можем смело говорить о том что наши предки оставили четкие ясные следы своего пребывания на нашей родной земле так да однозначно большое спасибо арман и вашему коллективу что проявили интерес видать и общественность отреагировала на те на ту информацию которую мы небольшая группа исследователей делаем эту кропотливую работу я хотел бы пользуюсь случае поблагодарить ту идейную группу лидера нации президента нашего экс-президента нашего государства при этом назарбаева на султана пишите кто как раз вот вынес вот эту национальную идею урхани жангру сакральная карта и она снизу до веку проникла и мы не остались стороне откликнулись как мы можем как исследователи как научные сотрудники для того чтобы внести какую-то лепту несомненно это вот был такой и полсталь толчок для для вот этих всех работ которыми вы начали заниматься я думаю что такой программы как рухани жангру наверное в на постсоветском пространстве нет такого факта да чтобы кто-то ее проводил или внедрял или реализовал за вот эти 30 на это уникальная программа уникальная программа глобально рухани жангру на постсоветском постимперской такой территории союзного государства казахстан наши идеологи затронули эту тему впервые и надо отдать должное им кто составлял эту программу подал эту идею и она была озвучена из уст лидера нации и мы в этом в этом сегменте сейчас и находимся это связано с тем что просто профессиональный географ она мне близко и мы сейчас в этом плане работать но сегодня вашего внимания хотел бы обратить внимание на то что вот вы видите карту историко-культурной топографической карты это как реклама те аспекты которые мы сегодня запланировали это караванные пути вот на первый взгляд что такой караванный путь караванный путь это ключик великой степи и и историческому прошлому да вот я приведу такой пример в восемнадцатом году акимата акмалинской области организовал экспедицию научно-познавательную научно-разведывательную ознакомительную большой группы и профессиональных историков картографов и просто любителей и любители краеведов и она успешно прошла из петропавловска до туркистана до сузака это не путь облайхана ну да это связано путь путь облайхана а в научной среде она называется ханжола ханская просто ханская дорога я почему на это обратил внимание дело в том что исследовав ряд карт мы а по сути дела это я еще раз повторюсь это ключик познанию великой степи они проходили по очень историческим значимым объектом что такое ханская левшин в своих трудах отмечала и описывал этот путь достаточно детально с теми орографическими единицами которые были на то время они сейчас остались но в памяти стерты топонимика аронимика гидронимика именно из моноказахские вот на это надо обратить и сравнить информационное поле середины 19 века второй половине 19 века она отличается отличается за 70 лет наша подлинная государство образующие топонимика гидронимика вся эта она мастическая картина она была изменена ну все покрылась двадцатыми партсъездами слава кпсс ленинами сталинами кировами и так далее вот это наверное все таки была определенная идеологическая работа советской власти для того чтобы да это теряет какую-то историческое прошлое и создать новую историю советскую социалистическую коммунистическую историю уже народа да совершенно верно караванные пути великой степи это они создавали гармонию некоторых цивилизаций южных торговых где были города великой степи и специфическое кочевнице 100 на севере казахстана и более-менее индустриальная российская империя кто-то наводил виду пример караванные пути это артерии да это вены государства как организма который его питать однозначно и артерии и на вот эти вот караванные пути это ключи к истории я вот на это хотел обратить внимание и таким вот образом открывается картина и те источниковицкие материалы они имеются у нас на руках я хотел бы вот что обратить внимание вот эти караванные пути они были и жизнеобеспечения как насельников этой территории так и дам более-менее индустриальной россии это были мануфактурные это говоря современным языком это караваны тысячи мало мелочей и у них были определенные традиции кроме того что были караван сара и даже мере одианальное направление начиная от южных городов средневековый сузака там саурана и других городов тараза ченкента и на север через битпагдалу двигались и небольшие такие караван сарая один из караван сараев средневеков это базок это рядом спутник нашей столицы да это сейчас наша столичный государственный бренд который говорит о нашей древности и территории тех насильных которые здесь проживают я хотел бы вот еще на что обратить внимание это вот следующий слайд вот собственно карта историко-культурная топографическая карта акмолинской области что она она в границах современных современных границах что она сейчас представляет собой дело в том что вот как раз вот про караванные пути мы сейчас закончим вот караванные пути проходят по акмолинской области через с петропавловска через кокшитау горы боровое щуческ проходит через дом баул столицу и потом уже уходит на улутау и на сузак и тараз следующий момент что этим хотел сказать дело в том что было их несколько караванных путях одним один путь проходил через от басар на улутау это были на территории пути жизнеобеспечения и какие вот интересные места наблюдались на этом вот 10 наиболее это бурабай да да вы видите целую гряду озер чебача боровое щучья и вот вот здесь вот вот поселок александровская ханская и вот здесь вот ханская дело в том что недавно несколько лет тому назад делалась экспедиция одним из университетов в поисках ставки облайхана но прежде чем делать экспедицию надо исследовать по карте что же можем мы почерпать какую-то информация где искать что искать конечно вот на наших картах она обозначена ханская потом впоследствии профессор кабульдинов на своих из своих исследований из архива омского областного на архива выявил материалы касающиеся ханской ставки и по координатам место расположения на совпало с нашей это 22 25 верстах от озера щучья вот мы это видим сейчас это современное поселок кенесары вот это очень символично получается ставка облайхана и сейчас там поселок кенесары потомка облайхана борца за независимость нашей страны нашего народа да это важный компонент как раз и здесь и топонимические она министически верная возврат к своему прошлому название данного объекта следующий объект он где-то известен а где-то мало известно это недалеко от столицы погребения да ирхан это взять облайхана один из сыновей барак султана который убивает 1748 году абул хаира тот самый знаменитый да 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 его судили барак султана но на суде он объявил что короток был свое выступление не как свою защиту а в принципе он выступил по существу и сказал что я из династии тугум шигайская это такая крылатая фраза в 18 веке люди судившие которые присутствовали на этом суде понимали о чем идет речь дело то что барак султан он восходит от старшей ветви от байбище а вот династия абул хаира от усека от наложницы от младшей до от младшей и статусом естественно он выше он на суде не оправдывался он просто сказал свой статус я из династии тугум шигайская а кто такой тугум шигай это дети от байба рожденный от байбище они по сути дела основу ветвь чингизидов собственно на территории казахстана таким образом он полностью оправдал свой поступок свои действия своим статусом положением совершенно обсуждение было довольно бурным и конечном итоге его оправдали но через два года он трагически погибается с одним из своих сыновей по возвращении из хивы и захоронен вот в наших получается а вот его сын даир хан был зятем от одним из сетев облай хана он похоронен и этот мазар он виден по трассе астана астраханка это можно создать тоже как туристический объект мазар очень хорошо сохранился очень хорошего кота вы мазар следующий объект это тоже акмолинская область это тенгиз-кургаджинская впадина мы об этом не агро так наговорили это джанибек это южные получается уже до земли нашей области да по сути дела да и вот увидите как здесь вот показано условные знаки вот как раз караванные пути они как раз проходят по исторически значимым местам следующие это тенгиз-кургаджинская впадина кирей кирей но мы будем до исследовать сейчас будет организована экспедиция вторичная экспедиция более глубокое исследование этого исторического великие ханы основатели казахского ханства джанибеки кирей об этом же идет речь да да об этих личностях и они непосредственно имеют отношение как молинской области к истории к данном случае женибек это однозначно но здесь я думаю делить на современную территорию смысла нету потому что это был единый кормящий ландшафт до единый комплекс да и великая степень я хотел бы вот еще на на чем осознать следующая карта вашему вниманию это историко-культурная такая комплексная карта трех областей это северная часть это акмолинская то есть то бишь получается юг западная это кустанайская область и в целом это центральная часть это карагандинская что нас обделал в то что к великой степи а а прагматичный интерес сюда приезжают российские исследователи путешественники туристы любители минералов горных пород я думаю это сердце великой степи да центр великой степи да это однозначно это эпицентр цивилизационные культурные данном случае великой степи интерес прагматичный и он носит характер как говорится приезжает сюда многие люди то есть не только исследователи но и любители наверное на живы да ну можно так сказать да я почему и говорю прагматичный интерес к великой степи дело в том что к сожалению отсутствие культуры минералогической эстетики минералогии наука называется гемологии исследования минералов горных пород и дело в том что на международных геологических минералогической выставки одни из первых мест занимает именно наши агаты казахстанские минералы горные породы я приведу буквально два примера пожалуйста дело в том что сюда к нам на казахстан приезжает очень много наших соседей это с россии с новосибирска с челябинска с екатеринбурга и других территорий из москвы для того чтобы дело в том что очень много месторождения у нас просто бесхозны бери и собирай и вот одна из групп таких российских нашла на просто на обочине дороги валун полудрагоценных камней они продали ее в москву отвезли в москву продали за 240 тысяч долларов одному из политическому деятелю который профессиональный геолог как бесхозно относится к нашим природным запасом да и таких вот месторождений очень много очень много они я не знаю что сейчас картина но в принципе доступ принципе свободен но вот это мы говорим за ближние зарубежья а дальше дальние вот соединенные штаты к нам лет десять-пятнадцатого назад приезжал алан джерд на шабер он из штата кентукки собрал группу людей шерперов которые его сопровождали вот именно в центральной части карагандинской и они обнаружили единственные в мире месторождение в казахстане это агаты осадочного происхождения это такие шарообразные конкреции на пи на первый взгляд если обыватель и увидит на нее не обрану камень камень и все но если его разломать там обработать работать то в нубы можно внутри увидите природную красоту друзы уникальна уникальная единственный в мире такую здесь вот в чем ее она локализована недалеко от астаны порядка 260 километров здесь прямая дорога к этому месторождению она бесхозно сейчас там скот по суд там ходят пастухи пинает поведение эти камушки вы сейчас заинтересовали наверно многих людей уже туда я думаю вещи собирать надо чтобы заинтересовалась министерство индустрии там министерство туризма кто собственно карагандинская область наверно ким от карагандинской области возможно кимашина карагандинской области должен заниматься потому что это месторождение принципе и и вкладывать практически открыто на геопарк геопарк под контролем на какой-то структуры туристической и таким образом упорядочить узаконить вот это вот месторождение ну для промышленного допустим она не пойдет для любителей для туристических класса это идеально что собой представляет агаты вот как раз этот алан шабер он вывез наши вот эти вот драгоценные полу драгоценные камни как пустую породу понимаете 500 килограммов стоимостью три с половиной миллиона долларов и потом реализовал наверно он реализовал успешно сейчас существует и очень прекрасно себя чувствует но он на этом не остановился дело в том что из рассказов шерперов которые его сопровождали он рано утром уходил с видеокамерой и вечером когда его пытались члены экспедиции по сопровождать он отказывался в сопровождении чем же он занимался что же он делал он он все делал правильно надо признать что он отнесся к нашей природе очень он пропиарил ее бесплатно каким образом он сделал видеофильм в течение месяца снимал фильм а полет жаворонка утрочный полет жаворонка вечерний полет жаворонка полет орла нашел гнездо с орлиными сенсами птенцами наблюдал за ними все это записывал на видеокамеру по сути дела что это за территория это девственные степи не тронутые на промышленная индустрия человек не вмешив куда не успел вмешаться еще человек и его урбанистические когда там влияние было меньше ну там тот регион развита скотоводство пастушечье такое постонарное ведение хозяйства и таким вот образом он снял великолепный мир фильм о нашей природы он снял помимо того что это он лежанку сайгаков снял их бега там и такие вот вещи и он продал ее за хорошую сумму всемирно известной компании discovery ведь в чем смысл он впервые по-видимому они когда увидели великую степь и и природные ландшафты и таким вот образом флору фауну наши за флору и фауну вот эту великую себя все открытая пространство для западной цивилизации она terra incognita она не известная у них лес горы открытого такого пространства это вот наша территория то есть наш территориальный бренд географический конечно на западе все плотно застроена нету пустого клочка земли да да а наша страна богата своими запасами своей огромной территории и конечно становится вот интересно для многих не только исследователей истории культуры но вот и таких скажем так частных да ну она закончилась те что он обогатился но мы остались как говорится при этом месторождении пока она бесхозная ну скажем так реклама казахстана была создана не мы без уважения хотят сюда двигаться к этому месторождению ну надо как-то узаконить вот это это дело дело в том что я хотел еще вас уважаемые слушатели обратить внимание на те месторождения на 18-19 век которые промусеяны центральная часть казахстана очень интересного обратить внимание на эту карту там прям подписано прииск купца попова прииск купца иванов крик прииск купца кузнецова и так далее но мы насчитали грубо около 10 15 этих приисков то есть эти прииски были в свое время рабочие добывали золото серебро и другие на драгоценные металлы и увозила все это центральную в россию вот эти вот разработки они сейчас тоже бесхозны тоже но у нас законом сейчас не запрещено создавать артерии так вот эти артерии и опять же за счет вот этих вот месторождений приисков которые могут здесь они вот отмечены внимательно посмотреть таким вот образом можно делать маршруты для туризма это турпродукт прииски 18-19 именные прииски они обозначены есть и книга ордината можно делать маршруты и таким образом привлекать привлекать а потомки этих купцов этих старателей они не могут предъявить свои права на эти прииски нет ни в коем случае все что находится по закону нашей суверенного государства все что находится земля недра недра это все принадлежит государства приоритет государства а потом уже на какие-то нормативные нормы есть можно уже в частные руки только гражданам казахстан вот откуда вот тот же алан шибер допустим или а вот эти русские старатели купцы откуда они узнали о полезных ископаемых и не знаю месторождениях которые есть на территории казахстана но что касается история исследования алана шабера который нашел это месторождение в небольшом российском справочнике есть информация он ее нашел и следуал он вообще-то ездит не только к нам в россию среднюю азию он ездит по всему миру латинская америка австралия и наиболее интересные места но сейчас он более мобильным потому что он обогатился сейчас ему очень легко передвигаться а что касается на тех месторождений касающиеся приисков на центральной части казахстана эти близкие сейчас я не знаю их не судьбу я не знаю их не судьбу а что касается законодательной части это все-таки принадлежит казахстан несомненно да есть пути законные которые можно работать сейчас разрешено открывайте артель и так далее ну я не специалист в этой области наше дело раскрыть здесь вы подняли очень важную сторону своей работы что благодаря вашим картам и вашим исследованиям мы можем увидеть те древние разработки ну не такие древние допустим а прошлого позапрошлого века которые были на территории казахстана таким образом обратиться к истории промышленности края до изучить и наверное обогатить современную промышленную индустрию казахстана вот и наверное стоит к этому обратить внимание на профессиональные допустим специализированные их учреждений нашей страны ну да есть конечно и официальные органы которые могут заниматься есть много и других путей но я хотел я просто не специалист в этих делах как там все эти юридически мы занимаемся исследованием отодим в руки специалист тех объектов теперь так последующий турпродукт я бы по сути дела я обращаюсь к тем компетентным органам которые занимаются туризмом которые объекты они еще создают мифы легенды а здесь реальные объекты исторические объекты геологические объекты и другие это на территории карагандинской области более 15 крепостей развалины старых крепостей это очень важно то есть мы даем вы даете понять что территория карагандинской области это вот центр нашей страны был усыпан древними крепостями да здесь существовали городская культура здесь были определенные поселения вот о чем надо громко и четко говорить да а первое для того чтобы все это систематизировать надо делать комплексную государственную республиканскую экспедицию по каталогизации по исследованию вот этих объектов это только лишь карагандинской области известных в науке порядка десяти опять шесть крепостей они вот только-только обнаруж мало здесь мы исследовали и другие источники кроме наших карт старинных оказалось что около пяти крепостей они на наша карта есть а других источников они во всяком случае мы их не обнаружили вот по вот этим вот крепостям вот вы видите где темные пятнышки вот это крепостя поэтому нужно каталогизировать их описать зафиксировать дать описание вид сверху вид сбоку трехмерном пространстве может быть одну-две реставрировать это было бы для привлечения европейцев и сюда будут ехать как в париж смотреть древние средневековые либо позднее 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 вековые крепости это мы а крепостях говорили а есть еще средневековые гузские поселения целая агромерации это в среднем течении ишим вот вы видите темные пятнышки и в долине реки терцакан она полностью усеяна вот о чем говорю пасе 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 до что население нам надо обращаться более ранней истории нашей страны надо вот пожалуйста гунские поселения гуны заселяли осваивали нашу территорию это получается раннее средневековье даже более ранний период дело в том что и астана осталось не осталось стороне вот видите вот эти пятнышки это тоже гунские поселения получается что на территории акмолинской области даже можно сказать вблизи столицы да да тоже были гунские поселения да 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 однозначно но уже уже в наш в эпоху казахского ханства здесь было недалеко ставка тауке хана здесь вот ханская дорога была все это было пропитано нашими великими предками скажите пожалуйста в каких сферах мы могли бы применить ваши знания ваши карты помимо помимо истории хорошо это очень правильный вопрос это некоторый итог сегодняшнего дня эти карты применимы в первый голову это студент факультетов кафедры туризма кто хочет приобрести специальность туризм кафедры рухани жан-гру который открывается в некоторых университетах очень его открыт да для она мастических комиссий различного уровня от аульного до областного республиканского потому что она мастицы коми сейчас работают по переименованию по пире всевозможным а здесь они могут непосредственно опираться древние названия те источники которые мы имеем теперь такой вот важный компонент это как следующий регион это опять же мы как молитву области я думаю не миг барумбаев тоже услышат на территории таки макмолинской области дали конечно среднем течение шима на территории от басарского района крепость 15 16 века она есть и в источниках вот эта крепость она сделана была в свое время из туфового кирпича это крики это природный камень осадочного происхождения и огромных размеров эта крепость это эпоха господство ногайской орды вы говорите о поселении румометт да однозначно это во многих источниках об этом говорится но если она на сакральной карте если она в документах и в отчетах рухани жангру мне неизвестно мы об этом сейчас заостряем внимание потому что эта крепость просуществовала до семидесятых годов двадцатого века вот она просуществовала мне пришло я был видел эту крепость часть этой крепости одну из таких башен дело это было не просто полвека назад она еще была это не просто была крепость это было с башнями сейчас каково состояние допустим рядом оркиши если эта крепость что с ней сейчас происходит джаркаинская крепость что с ней происходит и вот такая целая гряда это вот начиная с центрального казахстана и вот до кустаная до тургайского плато она усеяна вот этими крепостями и общего республиканцев каталога отсутствует я вот еще раз хотел бы обратиться к министерству индустрии и туризма что нужно делать организовать потому что в этом году огромное количество денег выделено для того чтобы исследовать что исследовать нужно создать целую целую ленту целую такой рекламу целую ряд турпродуктов тут то есть нужно золотые крепости а какие-то природные элементы которые еще не вошли в систему туру индустрии вот опять же в долине реки сарысу есть подземная протока подземная протока это по сути дела это что это было 150 лет тому назад зафиксировали эту протоку длиной порядка 5-6 верст это порядка десяти километров надо исследовать надо поехать посмотреть что там происходит что там за природное явление тем более это подземная протока значит какие-то растворимые минералы есть она растворилась и вот под землей это тарика идет если она еще существует может уже не сохранилась да ну вот для этого и нужно делать республиканскую экспедицию вот сейчас вот министр вице-министр абдрахимов да вот он по видимо это его ведомство должно заняться вот я к нему лично обращаюсь для того чтобы организовать комплексную междисциплинарную экспедицию туда чтобы вошли операторы археологи историки географы краеведы с министерства кто-то курировал бы это вопросы мы бы могли бы составить маршрут составить каталог сделать анализ и классифицировать их это для внутреннего туризма это для внешнего туризма и таким образом была бы картина общая на карте мы видим только и географическое положение их название а внутреннюю часть составляющим мы еще не знаем насколько этот продукт ценен абсолютно вот этот компонент поддерживаем вас в этом вашей инициативе действительно в год 30-летия независимости республики казахстан я думаю предложение гизата табулдина о необходимости создания такой комплексной экспедиции под контролем министерства индустрии торговли было бы очень актуально в контексте восстановления страниц нашей прошлой истории таких уникальных памятников имеющих сакральное значение и собственно для изучения даже природы флоры фауны полезных ископаемых наших недр нашей страны нашей земли это было бы очень важно полезно и интересно большое спасибо это очень хорошее предложение и мы как портал готовы его поддержать в рамках освещения вот спасибо большое так давайте продолжим да спасибо самое главное есть общее понимание естественно на на территории акмолинской области карагандист и кустанайский великая степень не заканчивается она продолжается и в актюбинской области и западно казахстанской области в атураусской магистовской вот сейчас вот мы видим на часть в целом историко-культурной топографии циката актюбинской области а буквально два-три слова хотел бы сказать что очень много мест погребений для внутреннего туризма и и соответственно здесь очень много ханских погребений тоже бопай элита кочевой цивилизации и и сет батыр и сет кутебаров и другие на батыры крепостя очень много укреплений очень много укреплений вот как раз они тоже входят контекст каталогизации экспедиции следующий момент это я вам просто демонстрирую это вот а тараусского власть это мы говорим о том что у нас эти карты есть это не голословно мы их с ними работаем вот они пожалуйста те карты тот материал который надо будет использовать и на кафедрах туризма и просто историком конечно и туроператором джипером это уникальные источники информации да вот карагандинская карагандинская область я хотел бы вот она в целом что она собой представляет на прошлый раз об этом говорили да 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 я хотел бы вот к одному месту сейчас вот вернуться а вот карта вставка это карта туркистанского военного округа есть мы когда ее начали следовать по работам а левшина и туркистанского сборника описывается а некоторых пирамидах так а здесь можно поподробнее да так что значит пирамиды я сам был в шоке я впервые это услышал от профессора абуева это профессор качатарского университета к сожалению рано ушедшего и когда это мы когда составляли карту пути экспедиции облайхан жола и вот мы увидели на картах я начал смотреть и коллекцию наш карт очень большая более двух тысяч и на одной из карт мы увидели прям так и написано черно-побилы пирамида номер один пирамида номер два пирамида номер четыре вот на это картах они здесь прописаны это тоже это уникальная часть это те объекты которые действительно заинтересует как внутреннюю таки и внешнего туриста вы уже на удивили да действительно и эти источники которые мы сейчас вот может быть когда впервые и демонстрируем и так вот вот таких вот мест объектов довольно очень много то есть наша страна богата еще тайнами которые необходимо раскрыть и время к ним еще придет вот сегодня мы узнали о пирамидах как минимум четырех пирамидах которые существовали с середине 19 века были обнаружены офицерами картографами топографами на территории туркестанского военного округа имеет ли эти пирамиды отношения к египетским пирамидам какова их история возникновения может быть это захоронение древние захоронения напоминающие по своей структуре схеме пирамиды если они на самом деле сейчас может быть их уже давно сравняли с землей вот очень много вопросов которые требуют своего исследования и своего ответа хорошо дело в том что я хотел выше обратить вот ханская закрепить актебельской области папайя это как раз сестра кинесары вот здесь она и погребенена в актебинской области я думаю что каждую область мы отдельно еще сами разберем вот и остановимся на них потом более подробно ведь каждое это каждое захоронение это страничка нашей истории это судьба человека это судьба нашего народа это страницы борьбы за свободу за независимость и они требуют своего детального подхода они требуют уважения со стороны нас со стороны современного поколения ну спасибо большое на арман за предоставленную информационную площадку вашу творческую группу я в конце хотел бы продемонстрировать это сигнальный номер черновой вариант атласа акмолинской области историко-культурной туристки это под руководством директора института истории государства абеля еркана аманжолыча и академика булат аиш мухаммедовича кумекова разобочная группа работает над в академическом плане мы она не такая и толстенькая но она емкая информативно объемная и хотелось вот предоставить вот вот внимание мы работаем на ней скоро она выйдет в издание в тираж и уже на кафедрах туризма историки краеведы акиматы районов аульские сельские советы и другие государства органы могут используя как в анамастической комиссии для туроператоров как создание маршрутов исследования на кафедрах рук они жанру на кафедра туризма и просто историками целом всем любителям исследователи великой степи великая степь открывает свои тайны тогда когда и обращаются к источникам абсолютно верно большое спасибо это огромный труд я думаю что это наверно такая маленькая новость что наконец создан такой уникальный продукт как атлас историко-культурный туристический акмолинской области и наверняка таких наверное не было это первый уникальный такой труд который раскрывает особенности культуры и истории нашей одной из важных акмольской области большое спасибо вам большое спасибо спасибо за внимание до свидания до свидания